Убийство Каина Эвелем происходит непонятно где. Это убийство. Здесь же нам хотелось сказать, что убить человека в храмовом дворе и во дворе священников – это чрезвычайная профанация, поскольку даже человек, прикоснувшийся к мертвецу, не может зайти туда. Тогда может зайти человек, который всегда соблюдал законы неприкосновения к мертвецу, а здесь вам убивают человека просто так. Надо сказать, что эта тема является своего рода таким вот топосом. Есть известный рассказ, который тоже, может быть, можно было включить в этот курс, но в него много чего можно было включить, и мы это не преуспели. Известный рассказ в Тасепте, который говорит о соревновании священников, которые соревнуются два священника за право первого принести в жертву, и между ними разгорается схватка, и один из них убивает другого. И это такой, я бы сказал, очень критикующий рассказ, который преследует именно укорить такую лекалистскую тенденцию, сказать, что, смотрите, людям, для которых так важна ритуальная чистота храма, утвари и так далее, могут убить друг друга. И это такое очень невеселое размышление о свойствах человеческой природы, но вот эта именно коллизия между законом, ритуальной чистотой и убийством, она там выражена сильнее, чем здесь. Здесь они скорее сопочинны друг другу, поскольку именно галактический момент здесь не акцентируется, а именно место при совершении убийства, сказать, что вот убийство произошло в самом чистом месте. А далее, и то, что я хочу здесь сказать, может, для Грюни очень ясно, что рассказчик пользуется здесь галактическими реалиями как средствами изображения, да, они помогают ему создать гораздо более драматическую ситуацию, чем если бы это было без них. Никита, вы хотели что-то спросить? Да, я хочу спросить по поводу как раз актуального интервенения. Меня в этом смысле... Вот всегда смущает вопрос с Иавом, которым... Как его Иав назвали? Ну, полководца Давидовского. С Иава? Иав, да. Вот, которого, ну, вроде как там царь Соломон, он весь такой из себя мудрый, правильный, хороший, вот, и посылает, соответственно, Иава убийцу. Сидеть прямо на алтаре. То есть это прям не то, что это даже не двор священников, это уже... Это верно. Это верно. Да, но в чем же вопрос? Ну вот... Почему он это делает? Ну, в контексте того, в контексте ритуальной нечистоты, как это... Какая тут есть... Как это таки плохо. Соломон и Дицея. Ну, вы же не... Нет, я не спираюсь заниматься полагетикой. Ну, это не наш рассказ, правда. Это... Но он связан с убийством, но с враждой и с ритуальной нечистотой. Вера, да? Угу. Я бы сказал, что где-то там в интертекстуальной плоскости этого рассказа, который мы читаем, может быть, и этот рассказ присутствует. Поскольку где наименее всего... Если убийство происходит там, где вы наименее всего ожидаете этого, стало быть, это увеличивает силу этого преступления и то содрогание, которое... Увеличивает то содрогание, которое рассказчик хочет вызвать учитателя. Но пока здесь мы говорим только, в общем-то, о том, как... Где-то там дальше, да, в этом рассказе должна быть определенная кульминация. Я уже говорил вам здесь, что это то, чему нас учил обычно Иоанна Фрэнкель, что типичная форма талмудического рассказа – это хиазм. Я говорил? Нет? Да, мы это скажем сейчас. Что такое хиазм все знают, да? Все знают, что такое хиазм? А? Нет. Хиазм происходит. Правильно. Сделайте еще раз вот это уважение. Вы видите, это хиазм. Хиазм происходит от слова Х. То есть от буквы Х, да, греческий буквы Х. Под хиазмом подразумевается следующее. Хиастический рассказ – это рассказ, который построен как бы в виде двух абсолютно зеркальных частей. Это свойство буквы Х. Если вы его сложите, они все совпадают. У нее есть центр. Это кульминация рассказа. Что происходит здесь? Если схематически образовывая это, можно сделать так. В первой части хиазма вам будут заданы вопросы, на которые во всех остальных частях найдут соответствующие ответы. И тем самым должен быть определенный параллелизм между этими частями. Все, что скажут здесь, здесь будет кризис. Здесь будет облом рассказа. Именно после этого кризиса ответы должны быть найдены. Сейчас мы, по сути дела, занимаемся только первой частью хиазма. И вот то, что происходит здесь, это вот эти вот будоражащие вопросы, проблемы, которые нам представят. После этого на них придут, рассказчик будет приводить контрдобыды ко всем этим первым пунктам хиазма. Хиазм, надо сказать, это типичная форма позднеантичного рассказа. Итак, не во дворе Израиля, не во дворе женщин, но во дворе священников им не поступили себе кровью. Не как с кровью оленя, не как с кровью козла, не как с кровью птицы. А как об этом сказано, если кто из сынов Израиля, из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь кровью и покрыть ее землею. Левит 17.13. Что здесь происходит? Здесь вновь как бы мобилизируется стих из книги Левит, который говорит о нечистоте и о крови, и о том, что пролитая кровь должна быть покрыта. Поскольку непокрытая кровь – это своего рода вызов, это пренебрежение жизнью. Кровь, которую мы говорили в прошлый раз, это душа. И тем самым, обратите внимание, рассказчик вновь, преследуя определенную виторику, повторяет все это. Ни кровь оленя, ни кровь козла, ни кровь птицы, перечисляя этих животных. И этим он добивается определенного кумулятивного эффекта. И приведение стиха из книги Левит тоже преследует подобную цель. «Но вот как! Ведь кровь, которую жители пролили, у всех на виду, они пролили ее на голой скале, и не пролили ее на землю, где ее покрыла бы пыль». Прах, видимо, надо сказать. Цитата из «Пророка из Икиила». Тем самым мы видим такой типичный экзегетический ход. Рассказчик извлекает стих о непокрытой крови у пророка Ихискеля, который неявно относится к событиям убийства Захарии Бен и Оляда, и связывает все эти две или три вещи вместе. Стих из Левита, стих из Икиила, и не процитированный здесь, но, возможно, подразумеваемый стих из «Деврея Мим», который говорит о смерти Захарии. Тем самым смерть Захарии приобретает более драматический характер и акцент переносится с непосредственного убийцы Захарии, с царя на кого? Или кто может быть там внутри, в этом дворе? Может, сказали, его убили не во дворе женщин, не во дворе женщин. То есть обвинение теперь скатывается не на царя, а на священника. Обычно всегда есть такая коллизия между царскими институтами и священническими институтами. Это не всегда одно и то же. Это как бы две формы власти, которые всегда немножко конкурируют друг с другом. Здесь почему-то есть желание перекатить мяч во врата священников, если можно так сказать, для того, почему. Пока мы только зададим этот вопрос, потом мы, может быть, будем давать на него ответ. Но я думаю, что мы согласимся с тем, что это то, что здесь происходит. Голая скала. Что означает здесь голая скала? О какой скале идет речь? Ухискеле не совсем понятно. Кстати, он пользуется здесь очень интересным выражением, если вы посмотрите в оригинале, те, кто могут это сделать. Цахиях осела. Цахиях – это сухое место, голое место, открытое место. О чем он говорит, не очень понятно. Но, скорее всего, интерпретатор, я имею в виду экзигет здесь, он имеет в виду храмовую гору, где, как известно, жертвенник стоит на выходе скальной породы наружу. Тем самым это происходит с его точки зрения где-то недалеко от жертвенника. То есть, автор этого рассказа полагает, что камень, который сейчас под куколом скалой, что там стоял жертвенник, где всегда все это находили? Ну, это же близко. Жертвенник находится перед входом. Не столько большой камень, чтобы и то и другое поместилось. Вы говорите о реальном камне. Да, я говорю о чистое. А мы говорим о литературном изображении здесь. Он полагает, что камень на самом деле. Кстати, трудно сказать. Вы думаете, что то, что люди видели в поздней античности, это примерно те же размеры, которые мы видим сейчас. Вполне может быть, что он просто занесен. И есть там определенный культурный слой, который покрывает выход этой скальной породы. Я думаю, что конкретно вот этот камень, который находится, я бы сейчас скажу, с куколом скалы, и которого не мусульмане увидеть не могут. Да. Не мусульмане увидеть не могут. Вам удалось его увидеть? Нет, нет. Только на фотографии, которые были сделаны еще давно. Он недостаточно большой, что на нем располагался даже весь храм не говорил о том, чтобы еще двор и… Ну, это известный, поэтому люди часто даже спорят, так ли это было расположено. Есть разного рода, в общем-то, реконструкция, которые говорят, что, в общем-то, это было не так, несколько иначе, под углом и так далее. Здесь был вариант, просто такой наиболее устоявшийся, что там было Северных Святых. Несколько лет назад был интереснейший курс Светланы Бабкиной, освященный археологии храма Ракхажев. Он видел на нем… Здесь, в летней шкале? Да. Здесь, на Сефере. И она потрясающе вечно рассказала, что по исследованию одного из людей, которые видели, стоили по этому камню, да, ногами, когда это еще было можно, что кто-то даже нашел там прямоугольную выемку, подходящую по размерам, там столько этого локтей, на столько, не помню, полностью подходящую по размерам к описанию Ковчега Завета, что просто, конечно, фантастическая новость, как говорится. Да, мне кажется, они даже публикуют эту фотографию. Да, то есть, что, дескать, это действительно было Святой Святых, вот Ковчег стоял ровно здесь, вот там четкая выемка, на фотографии даже было видно. Ну, наверное, все-таки не должна ожидать нашего рассказчика хорошего знакомства. Может быть, и был, но хорошего знакомства с топографией горы, наверное, у него не было, но он знает, что это должно быть на выходе вот этой скальной породы, наружу, поэтому он пользуется этим стихом Цахия Хасела. Мы не можем говорить, что там стоял жертвенник, потому что это, как бы, очень сильное похищение. То, что там была Святая Святая, это не слабое похищение, это нормально. Все там выдающиеся места на горе, и там, скорее всего, был центр Симы, как-то это. А жертвенник, скорее всего, после мазьбеев. Но где-то недалеко от этого, поскольку должен быть улам, есть мизбеев между мизбеев, после мизбеев есть улам, который есть небольшое место, а затем должна быть Святая Святая, насколько я понимаю, а как бы не держу в голове вот именно топографию этого места. Но, в принципе, да, как бы... Опять-таки, рассказчик здесь ничего об этом не говорит. Но он действительно... Я сказал, что это должно было быть где-то там, вблизи вот этих, скажем так, в сердце храма, да, там, где наиболее важные церемонии происходят. Да, и какое-то имеет реальное соотношение с тем местом, которое сегодня покрыто золотым куполом, я, честно говоря, не знаю. И все почему, пробуждая для мести мой гнев, я оставил ту кровь на голой скале, продолжает Ихискель, где ее нельзя будет скрыть. То есть Ихискель, скорее всего, говорит метафорически о пролитой крови, которую не скрыть. Рассказчик здесь понимает это вполне буквально. Он понимает то, что кровь пролита однажды, и он знает, когда она была пролита. Он полагает, что она была пролита во время правления царя Юаша. И царь Юаш для него не имеет значения в данном случае. Кстати, опять-таки, не написано в рассказе Девраемим, вы помните, как его читала Катя, что это произошло в храме, правда? Написано во дворе. И как во дворе? Во дворе Дома Господня. Во дворе Дома Господня, где конкретно не написано. Но рассказчик здесь находит какую-то более точную топографию. И далее он продолжает. «Семь грехов сотворил Израиль в тот день. Убили священника и пророка, и судью». Не троих, но как бы наш герой, с точки зрения этого человека, имел вот эти три функции. И священник, и пророк, и судья. Пролили чистую кровь, осквернили имя. Убийство есть осквернение имени Бога. И осквернили храмовый двор, и емкий пурим, что выпал на субботу. То есть есть кумуляция разных деталей, которые, по сути дела, не так очень важно выполнить. Нет какого-то предпочтения у емкий пура, который выпадает на субботу, перед емкий пуром, который не выпадает на субботу. Но когда вы перечисляете, делается такой внушительный список сакральных категорий, преступление кажется еще более сильным. То есть у нас все еще идет вот это драматическое нарастание, которое должно быть в хиазме. И здесь оно обрывается. Здесь центр этого рассказа. Отсюда и далее мы идем ко второй половине хиазма. И когда пришел на вуз Радан, начала кровь бурлить. Он понимает это так. Все эти двести с лишним лет кровь была, как сказать, достопримечательностью этого места. Она сохраняла свои органолептические качества до прихода воеваловского императора Набуха Носера, на вуз Радан, как вы помните, его военачальник. И тогда она начала бурлить. То есть она кипит. Она живет. Она говорит о чем-то. Что это должно быть вам напомнить? И предыдущий текст. Историю Каина и Гэмбеля. Кровь бепиет. Здесь она не разговаривает своим голосом, но она живет как живой какой-то субстрат. Она становится субъектом. Она функционирует. Спросил у них. Здесь, конечно, не должно быть с большой буквы, с маленькой. В чем природа этой крови? От чего она бурлит? Сказали они ему, то кровь быков, овец и козлов, что мы приносили на жертвенников. По закону хиазма, что у нас сейчас идет? Нет, здесь верно, но это идет зеркальное отображение того, что было раньше. И убили его не как овцу, барану, птицу, покрыли кровь. Здесь мы знаете овцов, овец, баранов, биваин, кровь. То есть здесь рассказчик добивается определенного художественного эффекта в этом параллелизме. Параллелизм – это великое орудие выражения, которое вы сами им часто пользуетесь, вы просто не обращаете внимания. А теперь вы будете читать ваши собственные письма и увидите, что вы их оформляете в виде хиазма. «Тот час же послал и велел привезти быков, козлов и овец, и зарезал их над ней, и все еще кровь бурлила». Что здесь происходит? Оказывается, на Вузрадан каким-то образом ему известен секрет кровавой ордалии. Он полагает, что если кровь, которая бурлит, встретит знакомую кровь, это должно ее каким-то образом утешить. Кровь… Или, по крайней мере, кровь овцовой, в духовной реакции будет вести себя точно так же. Да. То есть, когда они встретятся, не будет отторжения. Но скрывается ли за этим какая-то физиология? Или это… Может быть, вполне, да? Или это символическое выражение того, что кровь искупается только кровью. Обратите внимание, это очень свойственно людям полагать, да? Это выглядит чертовски логично. Вы пролили нашу, я не знаю, иракетскую, украинскую, еврейскую кровь, мы должны пролить другую кровь для того, чтобы искупить пролитие этой крови. Почему это кажется человеку так логично? Тем самым, это коренится где-то в глубине органического, чтобы не сказать примитивного мышления. Где-то там, на самом этапе человеческой культуры, таким критерием руководствовался мир. Может быть, если мы вспомним уже цитированных здесь, цитированных здесь Беркфита и Гриффита… Э… 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 Рене… 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 Он хочет взыскать с нас эту кровь. Да, это такое, вроде, чем-то резонерство на дыбе. Весьма, мне кажется, хорошо оформленное здесь. Ведь он пророчествовал о том, что нам делаешь ты. И встали мы против него и убили его. Здесь тоже очень интересный экзегетический ход. Мы ведь не знаем, если в снове мы прочтем рассказ, который вспомним рассказ, который Катя читала нам в прошлый раз. Мы не знаем, по сути дела, о чем пророчествовал этот парень. Но здесь, оказывается, что он говорил им что-то типа такого, что если вы будете плохо себя вести, то придет вавилонский военачальник из Вавилона и покажет вам Кузькину мать. Это, таким образом, то, что он говорит. У них это момент прозрения, момент раскаяния. То есть, как бы, последовательно проблемы, которые указаны там, что злобные священники приливают кровь и не поступают с ней так, как нужно поступить с кровью жертв. Приходят и жертвы, и священники сами становятся жертвами. И вот они осознают то, что они сделали в первой половине рассказа. Тотчас же он взял тысячу юных священников и зарезал их над ней. Шустро. Пока не достигла их кровь могила Захария. Видимо, у этого рассказчика за этим рассказом также скрывается определенная, я полагаю, карта паломничества в Иерусалиме того времени, поскольку, вы знаете, Иерусалим в это время разрушен. Но люди в него приходят. Видимо, у рассказчика есть представление о том, что могила Захарии находится где-то там недалеко, за пределами города, естественно, но где-то недалеко от Храмовой горы. И он полагает, что сейчас, мера за меру, последовательно убивают юных священников, пока их кровь не доходит до горы. И для того, чтобы мы не обрекнули его в слишком разнузданной, жестокой фантазии, он тот же говорит, и каково этому обоснование. Как сказано, и кровь последовала за кровью. Находится цитата из пророка Хушей, которого вы называете фамильярно Осия. И у этого пророка действительно есть видение какого-то войны, непонятной войны, когда кровь последовала за кровью. И может быть, он тоже говорит, имеет в виду там пророк, вот это досадное человеческое обыкновение, думать, что кровь искупается только кровью. И тогда рассередился на Бузрадан и сказал, что тебе, старик? Старик, кстати говоря, это уважительное высказание, старик – это мудрец. В нашей культуре, где существует этот досадный культ молодости, старик – это неуважительное. А там могут вполне называть стариком человека 30 лет, поскольку это уважительное высказание. Старец – это мудрец. И что тебе, старик? Чего тебе надо, чтобы я убил весь твой народ над тобой? То есть, на Бузрадан, мы видим, сам находится изначально на позиции представления о том, что кровь эквивалентна крови. За кровопролитие надо платить кровопролитие. Надо сказать, что это, я не знаю, как вы, но любой из нас, может быть, когда слышит о вот этих жутких событиях современности, когда кого-то убивают, ему самое первое, наверное, что встает в его взволнованном мозгу, еще до того, как он включает свое рацио, это то, что всех этих негодяев надо поубивать. Точно так же. И только потом, когда рацио приходит на помощь чувству, он говорит, но ведь это же ничего не поможет. Это обычная логика любых военных действий. И поэтому наш военачальник полагает, что пролитие крови надо выявить, искупить пролитием крови. Но когда бурлящая кровь не успокаивается, он спрашивает, доколе, то есть сколько нужно воевать, сколько крови нужно пролить для того, чтобы возместить пролитую кровь. Если здесь эквивалент, а какому выводу придет на Вазарадан, мы не узнаем, но зато мы узнаем другое, нечто более важное. И в тот же час, преисполнен со святой благословением, но он милосердий не сказал. Сейчас вы видите типичную риторическую фигуру таламудического силогизма, которую мы называем каль-ва-хомер, легкое и тяжелое. И подобная риторика, подобная риторическая фигура очень нередки в таламудическом тексте, несмотря на всю их проблематичность. Смысл этой фигуры, каль-ва-хомера, следующий. Если что-то верно относительно того, что хомер, то есть относительно тяжелого, это должно быть верно и относительно легкого. Казаться, логика подкупает, но легко вы можете себе представить, насколько она иногда может быть порочной. Вместе с тем, как бы здесь она работает замечательно. И я бы сказал, потрясающе. Если подумать о том, какова ее теологическая подоплека. Если этот, то есть человек, который плоти, кровь и жесток, это легкое, да? Если этот малый человек, сегодня он здесь, завтра нет его. Он преисполнился милосердием к сыновям моим, то есть ему стало жалко убиваемых юных священников, я, о котором сказано, Господь Бог твой есть Бог милосердный, Он не оставит тебя и не погубит тебя, не забудет завета с отцами твоими, который клятвую утвердил им, второзаконие 4.31, Бог цитирует в второзаконии, тем более и тем более я, Бог, говорит, должен быть милосердным. В тот час указал святое на благословение крови, и поглотилась она тем местом. То есть, что происходит? Бог изучает Кальба, Хомер, впечатлившись от поведения вавилонского военачальника Навузрадана. Если этот шегец, жестокий человек, может пожалеть людей, я тем более должен это сделать. Я должен прекратить этот кровавый баланс, и кровь исчезает. Здесь мы сделаем драматическую паузу. Постараюсь не удлинять ее более чем достаточно, поскольку тогда зрители могут уснуть. Но и вот мы закончили этот, на мой взгляд, один из самых сильных рассказов, которые есть у нас по музыческой литературе. И один из самых, я бы сказала, рассказывал вокруг относительно вообще происхождения которого. Есть очень много споров, есть очень много, есть такое, то, что мы называем традицион гишиште, традицион гишиште. Есть очень много у этого рассказа про образов, прототипов и других вариантов. И о самом его возникновении можно говорить очень много. И мы только краем коснемся всего этого, поскольку нас это будет интересовать. Но прежде чем мы будем говорить, и я вам открою разные тайны, о которых вы не догадываетесь по поводу этого рассказа, вот после такого вот, я бы сказал, прочтения, после клоуз-ридинга этого рассказа, что мы можем сказать относительно нарративных стратегий, нарративной логики, почему, для кого, зачем рассказывают этот кровавый рассказ. Рассказы, какая-то культура порождает рассказы тогда, когда она находится в состоянии дистресса, когда у нее есть определенная проблема, когда ей нужно найти ответ на определенную проблему. Каким нуждам культуры служит этот рассказ? Что он хочет сказать? Предположение? Что, когда человек... Извините. Нет, вы подняли руку, или вы просто в глубокой задумчивости обратились к своим пальцам? Да. Нет, это бывает, бывает с нами все. Да. Ну, что может быть, когда... Может быть, это, предположительно, рассказ, который происходит, возникает во время в какой-то военной сложной ситуации, потому что он объясняет людям, почему так долго это идет. Правопролитие, вы имеете в виду. Да. И это сможет быть... Ну, это закончится, когда человек остановится, и тогда Бог остановится. То есть, или говоря другими словами, этот рассказ имеет в виду действительно вот этот вот человеческую, расхожий человеческий способ резонирования. Кровь искупается кровью, и то, что он, по сути дела, хочет сказать, что он хочет сказать по этому поводу. Кровь искупается кровью. Она уже всегда может осуществить. То есть, как бы, обратите внимание, Бог велит крови исчезнуть. Бог не любит, в конечном счете, этой идеи, но выучить ее, эту идею о том, что кровь не искупается кровью, ему нужно это... Это не божественная истина. Это что-то такое, чему человек может научить Бога. Мне кажется, что... Что вы, как следует, расскажите, что крови никогда не будет достаточной, и надо остановиться, и тогда, как бы, Бог тоже понимает, что пора останется, и кровь тоже. Можно сказать так, можно сказать, может быть несколько иначе. По сути дела, кровь искупается кровью, этого нигде не сказано в библейском тексте, но в библейском тексте сказано мера за меру. И это, по сути дела, божественный императив. И, по сути дела, ведь, действительно, если это эквивалентно, то мера за меру, это, казалось бы, наиболее правильный божественный императив. Но в реальном мире с ним практически невозможно жить. Он приводит к тому, что мы открываем цепь кровопролития, взысканий, которые никогда не закончат. И поэтому человек говорит, только человек может прийти к такому выводу, доколе можно проливать кровь в этих священников. И поэтому Бог в конце этого рассказа, и это не Бог, и в этом, как бы, я бы сказал, изыскать по рассказу, Бог знает, что его категории это мера за мером, но он готов выучить Кальва Хомера, выучить вот этот силогизм от человеческого поведения для того, чтобы регламентировать несправедливую ситуацию. Мы не будем взыскивать боли и крови. Да? Может быть, этот рассказ мог возникнуть в обществе, которое поражено каким-нибудь таким глубоким, ну, в том числе, нравственным кризисом? То есть люди совершали преступления, они шли на преступления, там, в том числе, убийства, еще какие-то, и как раз рассказ показывал, что в связи с этим они будут вынуждены платить кровью за кровь и вот так бесконечно и страдать от этого из-за своих грехов, до тех пор, пока Бог не смилостивится над ними и не остановит эту цепочку свою. Обратите внимание, это же самое, что ты здесь говоришь. Пока Бог не смилится и не прекратит, чего расскажет? Что расскажет? Чего он хочет? Нет, что человек нехорошего человека, которого он ненавидел, который проливал кровь вирусами. Говорят, что этот человек, палач, который возродал, он говорит, он понимает, что это... То есть, пока человек не поймет, что не должен прекратить проливать кровь, тогда и Бог перестанет проливать кровь. Да, пожалуйста. Рассказ начинается с обсуждения того, ночевалый в Иерусалиме человек и в реке его грех, и приводится объяснение, что жертвы искупали все грехи, поэтому дальше, когда рассказывается о небывалом событии, которое так просто жертвы не искупить, косвенно приводится объяснение того, почему судьба Иерусалима была так печальна, несмотря на то, что это был город праведников, и когда-то он должен был сохранить его. Как он это был? Действительно так. Обратите внимание, что он как бы... Это не то, чтобы это был идеологический рассказ, который бы говорил о том, почему Иерусалим пал. Он даже не доходит до этой цели. Вы, в общем-то, не интересуетесь здесь то, что после этого было изгнание и всякое такое. То есть у него достаточно локальная задача у этого рассказа. Он хочет понять, он хочет понять, почему... Не то, что он хочет понять, почему Израиль потерпел поражение, страна Израиля и государство, о котором здесь идет речь, не Израиль, да, а Иудея, потерпела поражение и были изгнаны. Он даже не задается этим вопросом. Он говорит именно о крови. Он говорит, именно... То есть перед ним, это то, что я хочу сказать, я подтвержу этот аргумент последствий, мы будем обсуждать сейчас несколько сторонних текстов. Перед рассказчиком лежит определенное обвинение. Ему кто-то говорит, вы пролили кровь Захарии. Почему это важно для него? Почему вдруг кровопролитие... Да, в библейском тексте вы можете найти несколько историй кровопролития. Почему именно это кровопролитие играет такую роль? Почему оно становится для него своего рода экземплей, своего рода примером ситуации, в которой нужно остановиться? Как бы ультимативным рассказом о кровопролитии. Ультимативным рассказом о крови, за которую следует взыскать. Как? Почему? Как бы... Смотрите, у нас есть... Я вам рассказывал, да, есть другой рассказ в Тесефте о кровопролитии, о том, как один священник убивает другого, но нет там о том, что это нужно мстить из поколения в поколение. Почему-то здесь возникает определенная, я бы сказал, пресс-суппозиция, пресс-суппозиция, я не знаю, сказать по-русски. Пресс-суппозиция о том, что кровь этого человека, за нее надо отвечать из поколения в поколение. Может быть, вы как-то даже можете продвинуться с этой мыслью. Часто ли вам знакома ситуация, в которой за какую-то пролитую кровь некто, какая-то группа людей, священников или нет, должны отвечать из поколения в поколение? Конечно. Вот как! в историческом плане это как раз и есть. скажите, что вы имели в виду? Вы имели в виду события как? Ну, 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 ну. Голгофу. Ну, что ж, я имела в виду Голгофу, конечно. Да. То есть, кто-то говорит, вы, дорогие рассказчики из другого лагеря, пролили кровь, и вы за нее ответственны. Более того, у вас есть некоторое обыкновение так делать. И поэтому, несмотря на то, мне очень жаль, что... Это кульминат, это поэнта нашего, нашего сегодняшнего хиазма. По этой причине мне жаль, что нас оставили люди, которые вернутся во вторую половину хиазмы и не поймут, о чем идет речь. Но мы им поможем, я надеюсь. И здесь нам должен помочь текст, который те из вас, кто имеют перед собой развернутые ресурсы, переведенных на русский язык текстов, помогут нам, поскольку у меня это на английском языке здесь. И мы прочтем маленький отрывок из Евангелия от Матвея 23.35. Я могу обращаться по-английски, но, наверное, лучше... Можно по-английски. Да. Вы хотите ввести наших друзей в курс происходящего, поскольку мы прошли здесь некоторый путь, пока вас не было с нами. Так, вы хотите... Вы? Анна-Мария, хотите ввести в курс? Нет. Кто? То есть, вы задали вопрос, пока вас не было. Этот рассказ, казалось бы, так я предположил, находится в диалоге с кем-то, с кем-то, который говорит. Кровь, которую пролил некто, кровь важного человека, скажем, культурного героя, за нее должны платить из поколения поколения. Некто, кто ее пролил. И поэтому мы задали, сейчас, одну минуту, задали вопрос, кто это может быть? Кто может упрекать одну группу людей в пролитии крови кого-то другого, важного, и требовать, и говорить, что эта кровь должна быть искуплена потомками этих людей. То есть, таким образом, есть определенная теологическая идея. Две группы людей, которые живут в это время в стране Израиля, где создается эта книга, евреи и христиане, у них есть такое представление о том, что кровь праведного человека должна быть отомщена, они как бы разделяют эту идею. Идея это о том, что кровь праведного человека должна быть отомщена, появляется в библейском тексте. Вопрос заключается теперь в том, только в одном, который поставлен заголовок этого рассказа. Сколько? Доколе? И поэтому мы хотим прочесть маленький отрывок из Евангелия в ответ, Катя? Катя у нас будет рецитатором 23.35. Да. Да. Принят на вас вся кровь праведная, праведая на земле, крови Алия праведного, до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили, между храмом обожают. Нет, просчитайте, пожалуйста, строчкой выше, с того, где он говорит, и вот я посылаю вам пророкам. Да? Четыре просто. Да. Вот я посылаю вам пророков и мудрых, книжников, и вы их убьёте. Сколько пророков, мудрецов и книжников? Есть здесь снова такая вот кумуляция, похожая на ту, которую вы видели, психотедоров Каана. Да? Дальше. И вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и знать с города в город. Да? призывается кровь. Да. Надо просчитать это до конца. Да. Да придет на вас сокровь праведная, пролитая на земле, крови Алия праведного, до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвами. Вот. Обратите внимание, мы видим, что, опять-таки, это есть только в Евангелии от Матвея. Этого нет в других параллельных Евангелиях. И это явно, как бы, мы не будем настаивать на том, что это действительно Иисусовая проповедь. Это нарратив, который был важен для создателя Евангелия Матвея. И мы видим, что в этом нарративе есть все вот эти экзематические элементы, которые мы видели раньше. Есть прежде всего, есть аналогия, которую мы чувствовали также и там, между убийством Каина и убийством Захарии. Есть место, это то же самое место, о котором говорят там. И если там хотят обосновать это место при помощи стиха из Ихискеля, здесь нет этого обоснования. Но мы видим, что уже кто-то давно обосновал это место до Псикта-де-Равкана. И они только хотят это аргументировать, почему это произошло там. Здесь же он вполне знает, где это произошло, между храмом и жертвенником. То есть, где-то там, во внутреннем дворе, во дворе священников. Что здесь вызывает вопрос? Что здесь кажется странным? Библеисты? Правильно, правильно. Кто это? Кто такой Захария, сын Брахияу? Это пророк эпохи второго храма, того, чья книга входит в цикл 12 пророков. Здесь возникает вопрос, почему этот? Почему? То есть, получается, что этот рассказ полностью оторван от рассказа книги Параллипомино, и тем самым не может быть на Вузрадан убийца этого человека, тот, кто будет мстить за эту кровь, поскольку этот человек живет в эпоху второго храма. Для чего им это нужно? И обратите внимание также на то, что он говорит в начале. Вы, евреи, у вас такая досадная привычка все время убивать пророков, да? То есть, это своего рода почему? Поскольку тот, кто говорит эти слова, явно не Иисус, он уже знает, что согласно их нарративу, их важному нарративу, убийцы Иисуса будут евреи. И тем самым ему нужно соприкоснуть эти... Пожалуйста. Как? Это совсем не обязательно, хотя я сам не согласна по сути, но к антитологии нет. Потому что если говорить только о этих словах, которые могли бы принадлежать Иисусу вполне, а просто они могли больше, это же не гиктофонная запись. Ну, скажем, не можем это запись. С этих слов никак не следует, что автор Евангелия от Матфея, кто бы он ни был, там явно не сам Матфей, что он хотел какую-то организацию, не знаю, на хронизм какой-то внести слова Иисуса. Иисус мог сказать эти слова, даже не зная, что будет любить евреями, и человек, который написал это... Ну, смотрите, я не хочу входить в область, которые не мои, но в том случае, когда у нас есть что-то, атрибутируемое Иисусу, которое не подтверждается синоптическими Евангелиями, а находится... Это, скорее всего, это как бы именно чисто вот так вот минималистически подходя к этому тексту, скорее всего, это именно творчество вот именно этого круга, именно этого евангелиста. То, что здесь есть, да. Но это, опять-таки, я не буду об этом спорить. Действительно ли говорил это Иисус или не говорил, мы знать не можем. Собственно говоря, вся, в общем-то, Иисусова проповедь известная нами за Евангелие, которые поздние, она, в общем-то, навряд ли его проповедь. Это, скорее всего, то, как его учение сформировалось в те времена. Конечно, это правление. Да. Но вот за этой леветикой это же считается, что здесь мы имеем дело с ошибкой автора Евангелия, который просто ошибся в отчестве, поскольку был не слишком образованным человеком и не знал, как зовут одного Захария и другого правил. Вот. И я думаю, что с этим я бы скорее не согласился. Мне кажется, что не то, чтобы он хотел здесь, не то, что он ошибся, а в том случае не следует, мне кажется, с такой легкостью предполагать за древними авторами ошибки, поскольку, может быть, это не ошибка, это может быть ошибка, да, но, может быть, это не ошибка, а своего рода экзегетическая традиция, которая просто отождествляет этого Захарию с другими Захариями. И нужно понять, почему. На самом деле, может быть, действительно, более, с точки зрения такого вот здорового скептицизма, нужно предпочесть точку зрения, которая будет говорить, они просто ошиблись, они плохо понимают, эти авторы, они не очень образованы, они плохо знают библейский текст, они знают его не из книги, а по памяти, и поэтому вот произошла такая досадная ошибка. Вместе с тем, если мы будем разыскивать разные традиции, христианские традиции вокруг убийства пророков и вокруг имени Захария, мы обнаружим, что здесь есть большое количество вне, как сказать, внешних традиций, не обязательно не новозаветских, и не библейских, в которых есть кровь, есть пророк и есть имя Захарии. Наверное, следует сказать, что уже у Иосифа Флавия есть история, история, которая происходит в эпоху второго храма, где речь идет об убийстве священника в храме, об одном единственном, о котором он говорит, что это было одно единственное убийство, которое произошло за всю эпоху в храме, насколько это было плохо, и этого человека зовут Захария, хотя он не этот Захария, о котором мы говорим, а какой-то абсолютно другой, иной Захария. Так что вполне может быть, прежде всего, что происходит своего рода такое вот, как часто бывает в истории, когда два различных персонажа путаются друг с другом, и почему-то этот человек, Захарий, убитый в эпоху второго храма, был отождествлен с Захарией, автором книги пророков. Может быть, также, что за этим скрывается определенная экзегетическая традиция другого рода, о которой нам известно, устная христианская традиция, достаточно ранняя, которая говорит следующее. Она известна нам, как правило, в восточных текстах, в сирийской патристики, или в ранних арабских сочинениях, арабских христианских авторов, которая рассказывает следующее. Героем этой истории является Йоханан Креститель и его отец. отца Йоханана Крестителя, согласно этой истории, зовут, вы уже догадались, Захария. И царь Ирод, который хочет казнить, как вы все знаете, Йоханана Крестителя, по какой-то причине не обнаруживает его дома, но находит его папу, спрашивает, а сын-то где? Он не отвечает, и утверждает, говоря, с некой, я бы сказал, такой вот нарративной готовностью принимает смерть, говоря, что кровь моя будет взыскивать с тебя, и естественным образом здесь возникает идея бурлящей крови, которая требует искупления. Вы слышите меня, Катя? Поэтому я, может быть, бы усомнился в том, что Захария Брахьял это ошибка. Может быть, это не ошибка, может быть, это то, что автор хочет приблизить историю кровопролития и искупления крови к эпохе Второго Храма и каким-то образом это связать с возникновением христианства, с предикторами христианства. Может быть, он полагал вновь весьма монохранистический и ошибочно, что Захария бен Брахьял из эпохи Второго Храма был чрезвычайным долгожителем и успел породить храна на крестителе или между ними есть какая-то связь. Мне кажется, более логично это ошибка, потому что есть еще важный повод, может быть, вы его говорили и я упустила, но в смысле в том, что если это правда принадлежит Иисусу, ну, даже если не Иисусу, неважно, человек, который сказал эти слова, написал, он имеет в виду самое первое убийство упоминающегося в Библии, самое последнее убийство упоминающегося в Библии, потому что убийство Захария сына Иодая в конце книги это последнее, которое есть в Манахе. Почему называют дуракхи просто потому, что он не слишком образован, но он знает, что у них первое есть последнее, то есть это меризм, от первого до последнего убийства все, что написано в Библии, все логичные силы, но опять-таки мне кажется, что неправильно обвинять, неправильно предполагать за авторами того времени ошибки. Это скорее ошибка, которую, мне кажется, может совершить один из наших студентов. Почему? Сколько они не знают текст Писания наизусть. Люди того времени, они были люди устной культуры, текст, что они знали хорошо, это текст Писания. Поэтому навряд ли они бы сделали такую ошибку. И по-разному не сказали это слишком популярно. Это верно. Это верно. И она не всегда... Это верно. Это верно. Но тем не менее, как бы сказать, она не была популярна, но рассказы из нее знали. Рассказы из нее знали, но нас присобачили его к Захаре Бронбархьяу из цикла «12 пророков». Какого Захаре? Какой пророк. Почему? Потому что он был давно, видимо, мобилизован вот в этих кругах, где возник христианский нарратий. «И все равно я не знаю, как говорить про человека, про которого ты читал, ты читал про него и в школе ты говорила, если на нашем учебе, на нашем роде, ну, это оборудование, да? Да. просто внезапно оборудование приобретает какое-то другое имя, но ты имеешь в принципе вмену». Окей, мы останемся каждым присвоим мнением здесь, и, правда, я не уверен, я честно скажу, я не уверен, что моя точка зрения, которую я говорю, она предпочтительнее той, которую говорит Катя, но она, для меня лично, она более нова, и поэтому более симпатична, и ее... как красиво, да, и она также мобилизует много разных текстов, она как бы сводит континиум разных текстов, например, эфиопские комментарии к Матвею, или сирийских авторов, которые говорят о кровопролитии, и все это таким образом сводится в целом в качестве адресата, с которым наш рассказчик находится в диалоге, и в этом рассказе, с которым диалогизируют наш рассказ, что есть? Есть непосредственная прокламация этой идеи. Пролитую кровь пророка следует взыскать. Бог взыщет вас, евреев, за пролитую кровь, говорит этот рассказчик. Ой, чего вам следует читать, говорят. И это, вы можете это найти где угодно, да, у того же Джером, как вы говорите, по-русски Джерома? Иеронима, у того же Иеронима, который живет в стране Израиля, который за большие деньги покупает частные уроки еврейских мудрецов, как известно. Тем не менее, он говорит, вот смотрите, как бы нас, христиан, когда-то преследовали, а теперь скоро будет больше всякого рода преследований евреев. Это хорошо с его точки зрения, поскольку с них взыскивают за кровь спасителя. Тем самым, мне кажется, что этот рассказ, у него есть вот эта латентная, он не упоминает христиан, он не упоминает этот рассказ, но если мы рассмотрим его в континьюн рассказов поздней античности, мне кажется, что он полемизирует вот с этой идеей христианского основополагающего нарратива «Евреи проливают кровь пророков». Вы знаете даже, что в христианских кругах возникло даже целое сочинение, которое называется «Вита профитарум» «Жизнь пророков», и автор его, несмотря на то, что он, видимо, пользуется еврейскими экзегетическими традициями, вся эта книга построена вокруг того, как плохо было быть пророком в Израиле, пророком, никто с этим не спорит, кстати, пророком быть крайне плохо, пророк всегда находится в противоречии с царем, их нередко убивают, но с точки зрения «Вита профитарум» их убивает не царь, их убивают евреи, поскольку им свойственно, они все время как бы тренируются в убийстве пророков для того, чтобы в конце убить самого важного пророка. Это таким образом христианский нарратив, с которым здесь полемизируется этот нарратив. И теперь обратите внимание, насколько это, в общем-то, если выйти за рамки этого узкого конфликта, по сути, это только один из узких конфликтов, все евреи, христиане, всего лишь только две религии, если выйти за это и посмотреть, это с чисто человеческой точки зрения. И это все время актуально при всех конфликтах. Они пролили кровь, мы им назад. Эти бомбили тех, мы им назад тоже разбомбим, и нет тому конца. Просто, мне кажется, в этом рассказе есть еще такой смысл, что он объясняет, почему за эту кровь тысячи этих священников не нужно в ответ проливать кровь. То есть, они должны принять это как справедливое наказание. Эти тысячи убитых священников, народ. Они, конечно, не согласились. Я думаю, тысячи быков, тысячи обедцев, тысячи священников нужны этому рассказчику именно для того, чтобы показать, как много крови пролито зря. Я не думаю, что он хочет оправдать какое-то количество жертв. Поскольку жертвы, понимаете, это даже не нужно. Опять-таки, этому нас учит жизнь. Люди будут приносить жертвы все время. они будут убивать других. То, что он хочет сказать, он как бы пытается апеллировать к здравому смыслу читателей. Сказать, что, ну хорошо, ты пролил кровь, но все равно это не принесет. Это не вернет ничего. Не исправит этот неправильный мир. Поэтому я не думаю, что он оправдывает убийство священников. Убийство священников так же нелепо, как убийство скота и как убийство одного единственного пророка. Убийство, конечно, вообще нелепо. Убийство вообще нелепо. Но в рамках того времени. То есть вы думаете, что он все-таки оправдывает тысячу убей, а потом... я надеюсь, я надеюсь, что нет. Я очень надеюсь, что это не будет. Нет, ну сомнительно, в некоторой времени, да, он кристалле не может восприниматься в среднем, в начале средних ходах. Количество критерий, как личные критерии, а ты как лично хорошие. Нет, я не могу написать. Еще лет раньше так? Не о том. Я думаю, что нет. Я так думаю. И вообще, тысяча здесь скорее имеет такое, я бы сказал... Обязательно, священников, в свою очередь, не должно быть мести. Потому что это было как наказание за то убийство. Я об этом говорю. Нет, да. Здесь он хочет сказать, хватит. Сколько можно. Давайте остановимся. Да. Это то, что вы хотели по поводу этого рассказа. Есть еще какие-то вопросы к нему? Или можно... А что у нас со временем? Можно перейти к следующему рассказу. Вы просмотрели брошюру, у вас были какие-то мысли о том, что да, что нет. Если помните, в прошлый раз мы говорили, не в прошлый раз, а во время введения, мы говорили о идеологии трикстеризма. Верно? И... И... Что у нас есть? У нас есть только еще одно занятие? Завтра? Да. Мы говорили об идеологии трикстеризма. И вы не поможете мне в том, чтобы решить, что мы успеем прочесть. Не, почему? Понимаю. Хорошо. Мы говорили, что это... Мы приводили также рассказы, библейские рассказы о трикстерах, о людях, которые делают трюки, которые могут быть успешными во время войны, и о том, как эта идеология лишена, в общем-то, этического подхода, и о том, что это идеология славы, по сути дела, человека, который побеждаем или угнетаем, поскольку в ней человек, облеченный ловкостью, удалью или какими-то особенными способностями, может разрешить исход войны. Мы говорили, что история, по сути дела, о братьях Дины, которые вместе за поругание сестры уничтожают целый город, это, собственно говоря, типичный трикстерический рассказ. Поэтому, однако же, мы можем видеть, что уже в рамках самого библейского текста эта типичная трикстерская история, она не то, чтобы принимается с распростертыми обетями, поскольку уже в библейском тексте, в истории о смерти Якова, когда Яков будет благословлять или прощаться, умирая со своими сыновьями, он, в общем-то, укоряет Шимона и Леви за то, что они убили этих людей. И поэтому на странице 8-9 я привел разного рода тексты, в которых, в общем-то, мы видим, как идеология трикстеризма, умаляется или отвергается. И ввиду того, что все не успеют с вами прочесть, я прочитаю только последний из них на странице 9-й, Боришнитраба 97-1, уже знакомое нам произведение 5-го века, где 6-го века. И здесь как мы знаем мидраж, такие вот мидражские отрывки, они, как правило, стихоцентричны. Они берут некий стих и вокруг него выстраивают толкование. Стих, вокруг которого выстраивается толкование здесь, это и есть вот это предсмертное напутствие Якова, где он говорит, Шимон и Леви проклят гнев их. Гнев это нехорошая вещь. Когда убили они Шемы, Хамора и всех жителей этого города, не посоветуются они с отцом своими. То есть, если бы они пришли к папе и сказали, папа, мы не там наделаем, он бы им сказал, не надо. Но они этого не сделали. И проклянул гнев их, который был весьма тяжек, ибо сказано, ярость их, ибо тяжела, ведь таковы гнев ярости, и потому и разделю их в Якове произвести от Шимона в синагогах книжников, а из колена Леви обучающих закону и твердящих Мишну в домах учения, дабы изучали Тару. Обратите внимание, какая замечательная сублимация гнева и убийства. Убийцу надо поставить учителем в начальную школу, пусть он там работает. И это на самом-то деле в общем-то ответ на то, почему колено Леви решено земельного удела. Оно у них конфисковано в удел другому. Можно сказать, что за это им, конечно, дали власть и право работать в храме, и тем самым... но это будет другая логика. Логика толкователя здесь иная. Они наказаны. Можно сказать, что я еще не подумал об этом, но вот они наказаны из поколения в поколение. Это то, что здесь в общем-то видно, что идеология трикстеризма здесь осуждаема. У трикстера здесь забирают его кожаную куртку с цепями, одевают его в пиджак и шлют работать в начальную школу. Поскольку идеология трикстеризма не угодна рассказчику, не угодно толковать. Он будет давать бить розгами учеников. Это то, что они делали, знаете. Другая , мне кажется, более изящная и я бы сказал нетипичная, реакция на идеологию трикстеризма находится в 10-й странице. В 10-й странице рассказ вновь из-бы решить раба. Рассказ о Гаде и Рувене. Вы знаете, что Гад и Рувен это два колена, которые получают свой дел где? Не доходя до Израиля, а именно за реку Иордан. Тем за они получают первые свои уделы, а после этого им нужно идти вместе со своими соплеменниками завоевывать землю Израиля. И рассказ этот имеет ввиду эти реалии, но точно так же, как и предыдущий рассказ, он построен на стихе из благословения Якова. Яков благословляет Гада перед смертью, говоря ему, Гады отряды будут теснить его. Что мы знаем вообще об этом колене? Ничего. Ничего. Правильно. Правильно. Тем самым, когда Яков, когда автор благословения Якова пишет вот эту поэтическую фразу, он видимо базируется на каком-то знании, которое мы не обладаем. Что-то о воинском сюжете, о каком-то внутреннем локальном нарративе, который был в древнем Израиле, о Гаде. Но мы его не знаем. Его не знает также рассказчик из Бариши Траба. Но он знает то, что знаем также мы с вами, что Гад получил свой удел вместе с Рувеном, тезкой моим, за рекой Ярден, и оставив свой удел, помогал братьям завоевывать страну. Стал быть, здесь должна быть, здесь должен быть сюжет, здесь должно быть ядро этого сюжета. И то, что у нас сейчас будет, это будет рассказ толкования, заполнение вот этой лакуны. Нам сейчас скажут, почему, на какое событие в грядущем намекает Яков, и тем самым определенная лакуна истории колена Гад будет здесь заполнена. Рассказ, на мой взгляд, восхитительный, сейчас вы увидите. Когда сыны Израиля завоевывали, делили землю, колена Рувена и Гада были с ними, и оставили они в Заярдании своих маленьких детей. Кого оставили десятилетним, по взращении нашли двадцати четырехлетним. Кого оставили двадцатилетним, нашли тридцати четырехлетним. И напали на тех три злодейских племени Ятур, Нафиш и Нотев. Откуда он берет эти имена? Из Дибрея Амим. Если вы заглянете в Дибрея Амим, мы еще можем это сделать, нет, настало десять минут, мы не будем это делать, вы это сделаете в свое время. Если вы заглянете туда, вы увидите, Катя уже это делает, то вы увидите, что на самом-то деле трудно сказать, что речь там идет о колене Гад, поскольку, и это следует и далее, об этом написано, и в дни Шауля вели они в войну с Агаритами. То есть в дни царя Шауля, не сказано в дни царя Шауля, дни некого Шауля, и рассказчик подумает, что это не царь. Шауль, но мы потом об этом Агарян или Агаритов, как правильно ее называют? по-русски, но это ничего не значит. Это ничего действительно не значит, но тем не менее, что это да, значит, это свое, видимо, протоарабские племена какие-то, которые были, как известно, кочевниками и разбойниками в те времена, и сказано, что с ней, сказал раби Яшуа, сын раби Ихэми, в дни Шауля это Яшуа. То есть Шауль это не то, что вы подумали, это Яшуа бенун, который захватывает землю Израиля, и тем самым это относится к истории наших колен. И почему Писание называет его Шауля Шаулем? Потому что царство его было заемным. Шауль он был как бы взят в дом. То есть он берет это один из способов толкования своего рода, то, что Хайнеман называет созидательная историография. Ему не подошло это в том месте, но это хорошо играет роль здесь, и поэтому он переносит это сюда. И обратите внимание, какой интересный литературный добыток он находит в результате этой манипуляции. Те отращивали волосы, и эти отращивали волосы. Те отращивали волосы, пока не увидят детей своих, а эти отращивали волосы, пока не увидят отцов своих. Но и смолитяне отращивали волосы. Что имеется в виду? Дети Израиля, оставив своих сыновей, говорят, волос этих стричь не буду, пока не вернусь и увижу тебя. Дети, подростки, оставшиеся дома, говорят, волос стричь не буду, пока ты не вернешься. А исмаильтяне по природе свои длинные волосы. Это, кстати говоря, напоминает известно, например, когда среднеперсидские писатели, которые описывают вторжение воинов ислама в Персидскую империю, которая, как известно, нелепым и странным образом пала перед этими кочевниками одной из сверхдержавы того мира, говорят, что невозможно было устоять перед ними, поскольку выглядели они подобно исчадиям ада. Они были голыми по пояс и длинноволосы. И, в общем-то, они действительно как бы воспринимали нашествие ислама не как обычную войну, а как некое наказание свыше, когда, в общем-то, и сопротивляться уже бесполезно, поскольку реальным образом кочевники не могут победить настоящее государство. Но ежели сам злой бог Ариман ведет их, что-то тоже можно делать. Но мы говорим не о судьбе Персидской империи, а, в общем-то, о определенном литературном топосе. Исмаильтянин описывается как некий кочевник, дикарь, полуголый, никогда не стригущий волос. И, таким образом, у нас здесь есть своего рода, оказывается, что наши предки, которые входят в землю Израиля, имеют тот же облик, как это вводится в них. И, тем самым, вояки обоих лагерей, они обожженные солнца мужчины с длинными волосами. Почему это важно? То есть, имеется в виду следующее, это здесь не сказано, но это подразумевается, когда возвращаются после завоевания земли Израиля старшие мужчины колена гада и рувена, они находят своих сыновей в Зайордании. И, кстати говоря, это известно, что в Зайордании много набатейских городов. набатейцев согласно традиции потомки агаритов, потомки исмаильтян. Когда они приходят в Зайордании, они видят сыновей Израиля окруженных арабами, длинноволосыми, и не видят своих сыновей, они не могут их различить, поскольку они их не видели 14 лет, и в толпе этих длинноволосых загорелых мужчин иди, узнай своих собственных детей. Однако, вселил святое благословение на мудрости в сердца сыновей, сказали они, «Ответь нам, Господь, ответь нам, Бог Авраама, Абукетсхака и Израиля, ответь нам». И об этом написано, и помогли им, и преданы были в руку их агариты. Благодаря кому? Пробелеви мудрецы. Мудрецы говорят, «Благодаря благословению Якова, праотца нашего, который сказал, «Гад, отряд тот будет утеснен им». «Гад, гдуд, игудену», загадочная фраза, которую трудно перевести на русский язык, «приходит войско завоевывать их, гад, гдуд, игудену». Пришло войско завоевывать гада, а гад, то войско, то есть гдуд, игадену. Игадену – это сильный такой глагол, который как бы сломить, да? Часто оно употребляется по отношению, мне кажется, к рогам, у корнейры, шаим и гдудену, отломать рога, то есть это сильный такой глагол. Приходит войско завоевывать их, но они завоевали войско, то есть они завоевали войско благодаря своим способностям, своим трикстренным способностям. А Рабелеви сказал, «благодаря благословению Иошуа», и сказал так, с большим имуществом «возвратитесь вы в шатры свои». То есть мы видим здесь снова как бы своего рода попытка осмыслить идеологию, но представляет, казалось бы, трикстренную ситуацию. Чудесная победа одного отряда над другим, в ситуации, когда трудно что-то сделать. Вместе с тем мы видим, что это каким-то образом подводится под эта религиозная подоплека. Они побеждают, потому что они восклицают «ответь нам, Господь нам, ответь нам». И тем самым они отличаются от исмаильтян. Они узнают друг друга, потому что у них есть слова-кода, у них есть общий текст. Они то, что называют сегодня социологи «imagined community», то есть община, у которой есть общий текст. Исмаильтяне туда не входят. То есть идеология трикстеризма, казалось бы, здесь присутствует, но она приобретает абсолютно новый смысл. она приобретает… Трикстер становится интеллектуалом, она становится частью литературного текста, и тогда он может победить. То есть это такого рода, я бы сказал, как сказать, утонечение трикстерной идеологии, которую мы видим в этом тексте. Вот. Теперь у нас осталось два рассказа, два урока, две темы и один урок. Давайте цену жизни. Давайте цену жизни. Цену жизни. Я тоже думаю. Окей. А те из вас, кто хотят познакомиться с злодеем титом и слухами военного времени, я могу им прислать статью Галит Хазан Рокемс, с которой я не совсем согласен, но моих несогласий вы не узнаете, а статью сможете прочесть. Окей? Да. На русском? Нет, на английском, пардон. Ну, английский, знаете, почти как русский. Окей, если у вас нет вопросов или вы хотите что-то поделиться своими сокровенными чувствами за оставшиеся две минуты, то мы можем расстаться. Если хотите, я готов их все принять. отец. Спасибо за субтитры,